Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете о состоянии строительства объектов закрытого акционерного общества струйной технологии в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Беларусь, о производстве подвижного состава, а также о достижениях тех подразделений и компаний, которые не часто попадают в сводки наших новостей. Речь идет о проектировании, создании искусственного интеллекта и о безопасности. А теперь обо всем этом подробнее. В инновационном центре Skyway в городе Шарджа на обеих анкерных опорах первой линии осуществлен монтаж анкерных узлов, а также полуседел, рассчитанных на горизонтальную нагрузку в 250 тонн. Также начались сварочные работы по стыковке У-образного профиля путевой структуры. На гостевом доме продолжаются кровельные работы. В Беларуси закончены все основные работы по строительству нового производственного комплекса по улице Селицкого. И в настоящий момент идет работа приемочной комиссии. Данный комплекс позволит в краткие сроки удовлетворить все текущие нужды инжиниринговой компании разработчика технологии Skyway, необходимой для воплощения сразу ряда проектов в Объединенных Арабских Эмиратах. А теперь вкратце о событии, объединяющем обе страны, являющиеся центрами создания струнного транспорта Юницкого. Юникар тропического исполнения для Объединенных Арабских Эмиратов полностью собран, упакован и готов к отправке в Шарджу в ближайшее время. Сотрудники Управления проектирования Закрытого акционерного общества струнной технологии продолжают разработку проектной документации по модернизации путевой структуры провисающего типа длиной 800 метров на территории экотехнопарка Skyway. Основной задачей данной линии является оптимизация большепролетных транспортных систем, которые планируется использовать в городских условиях при преодолении природных и инфраструктурных преград. Также здесь продолжается проектирование инфраструктурного энергоснабжения, совмещенного со второй ферменной линией, для обеспечения электроэнергии здания предрейсового осмотра, поворотного круга, анкерных опор и тягового электроснабжения данного комплекса Skyway. Эти работы выполняются по стандартам, предназначенным для стран с тропическим климатом. Продолжаются работы с консультантом по адаптации проектной документации второй фазы инновационного центра Skyway в Шарже, который планируется завершить в ближайшее время. Вместе с этим ведутся работы по проектированию третьего тестового участка на территории инновационного научно-исследовательского технологического парка этого Эмирата. Здесь будут также опробированы принципиально новые решения, полученные после испытаний и оптимизации уже построенных рельсо-струнных эстакад в Республике Беларусь, которые обеспечат долговечность в 100 миллионов циклов нагружения расчетной нагрузкой. А это эквивалентно 100 годам службы. Закончена разработка предпроектной документации производственного здания в районе промышленной зоны Шабаны. Идет процесс согласования данной документации с государственными структурами. Создателями технологии струнного транспорта Юницкого разрабатывается и проходит успешное тестирование аппаратно-программный продукт по биометрической идентификации личности людей. Данная система производит фиксацию лиц аппаратными средствами. Далее специальное программное обеспечение на основе искусственного интеллекта производит идентификацию личности человека. Данная система позволяет с высокой скоростью и точностью осуществлять идентификацию людей в неконтролируемой обстановке, например, в потоке людей, входящих на станцию, авторизацию людей, то есть предоставлять пассажирам возможности в соответствии с положенными им правами, а также производить учет пассажиропотока. За счет высокой скорости и точности работы данной бесконтактной системы увеличивается пропускная способность, то есть пассажиропоток станции. На прошедшем в августе Экофесте 2019 создатель струнных технологий Анатолий Юницкий заявил. Наши научные исследования и наша инженерная школа, созданная мною, как бы к нам ни относились на моей родине, и впредь останутся в Беларуси. Никуда мы не собираемся отсюда уходить. Например, для тестирования отдельных узлов и агрегатов мы даже построили лабораторный комплекс. Он там, он находится, вот тут здание за строящей шестой линией. Скоро там полным ходом пойдут испытания различной конструкции наших рельсов, колес, токосъема, наизнос, шум, долговечность. Только эксперимент даст результат. Причем это надо проехать миллионы километров, мы на трассах не можем, это только на стендах. Некоторые помещения там усилены бронезащитой, так как, например, при скорости свыше 500 км в час, при разрушении тестового колеса, сколки могут разлететься на несколько сот метров. Подобные случаи бывали и автомобилистов, и железнодорожников, и мы хотим избежать этого еще на стадии проектирования. Естественно, безопасность действующих линий Skyway является еще более важной, чем таковая испытательных стендов. Пришла пора сообщить, что для обеспечения безопасности проектируемых транспортных систем нового поколения наряду с прочностными расчетами строительных и транспортных конструкций по действующим нормативам и стандартам производится расчет баллистической защиты. По результатам высоко нелинейного динамического расчета для критических случаев определяются конструктивные решения, толщины и параметры. А также необходимые свойства материалов защитных конструкций с целью обеспечения полистойкости от переносного крупнокалиберного стрелкового оружия, соответствующего самому высокому, 14-му классу европейского баллистического стандарта VPAM. Таков наш традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии технологий Skyway за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект, еще можете успеть. Строй Skyway, спасай планету!